Это был прогноз погоды на информационном круглосуточном телеканале Абакан 24. Сейчас мы возвращаемся в эфир 22-41-18, прямой наш телефон программы Во Время. Ну и, можно сказать, в предфинальной программе этого года мы давайте познакомим вас, думаете с кем. У вас есть буквально 30 секунд, чтобы угадать 22-41-18, первый, кто дозвонится до нас, получит автомобиль в подарок. Я вам вчера предлагал, вы не ответили, и этот автомобиль перешел в сегодняшний день. И вот пока я несу эту чушь, вы должны успеть дозвониться, потому что человек у нас уже в студии, и зовут его... Звонков нет, девочки? Девочки? Девочки, звонков нет? Ну, нет звонков, и бог с вами, автомобиль мы не разыграли. Кирилл Васильев в нашей студии, кто это? Вы сейчас узнаете. Привет, Кирилл. Кирилл, кто ты? Почему ты тут оказался? Такой большой, добрый человек. Мне кажется, уже люди должны понять, почему ты молодой, правда? Ну да, ладно. Я представлю город Абакат на федеральном съезде всероссийском Дедов Морозов России. Вы представляете, что творится, дорогие наши телезрители? Есть федеральный съезд Дедов Морозов. Дедов или дедов, кстати. Это первый всероссийский съезд Дедов Морозов. Первый, да? Ну, вы теперь как компартия в советское время будете раз в пять лет собираться на свои съезды и принимать программу построения Нового года в России. А Новосибирск был признан новогодней столицей России в этом году, да? Да, ежегодно выбирается столица России. В следующем году это Суздаль. А почему не мы? Хотелось бы. А когда? А что для этого надо делать? Главный Дед Мороз, Абакана, говорите. Я не могу подсказать, что нужно для этого сделать, но в следующем году это будет Суздаль. Искренне надеюсь, что съезд Дедов Морозов состоится во второй раз. То есть ты тебе уже место там забил? Можно же на «ты» к вам? Да, конечно. Если честно, эмоции были только прекрасные, несмотря на то, что за дня два я уже думал, что-то я не хочу туда ехать. Это, конечно, подниматься с уютного дивана. Нет, настроение вроде и по работе ездило, а тут нужно ехать в Новосибирск. И уже как-то не было настроения, но с первых же моментов, минут, как я приехал в Новосибирск, меня приняли достаточно тепло, и эмоции были только позитивные. Тепло-то тепло. А самому ли тебе было тепло? Тебе ж валенки не могли найти в городе. Это ж надо было отрастить Дед Мороз такую большую ногу. На 47-й размер, к сожалению, в Абакане валенков не находились. Очень странно, да? Очень странно, да. Вот. А, собственно говоря... 47-й размер. А вообще это проблема, да? Это проблема. Это проблема не только в валенках, это проблема с любой обуви. Да, у меня 39-40, у меня проблем нет. Вам везет. Я вам завидую. Чисто искренней завистью. Ну, рассказывайте, что это за съезд. Съезд Деда Мороза включал в себя то, что Деда Мороза со всей России по плану, но, к сожалению, не все субъекты Российской Федерации откликнулись на письма, разосланные организаторами. Ну, конечно, в Камчатке далековато до Новосибирска было ехать Деду Морозу. Да, поэтому получилось так, что съехались только восемь Дедов Морозов. Восемь? Да. Ну, как-то проигнорировали регионы. У тебя задача какая была поставлена нашей властью, так сказать? Каждый день задача была разная. В первый день приезда, в который мы должны были отдыхать по плану, мы записывали звук, чтобы во время того, как мы выступаем, на случай, если аппаратура откажет, у нас была фонограмма. А где вы выступали? Мы выступали во всех районах Новосибирска. Мы ездили... А, то есть этот город-миллионник, он всегда, вот, всегда использовал чужую рабсилу, использовал наших Дедов Морозов, чтобы устроить праздник у себя. Ну, Новосибирск столица, они могут себе позволить. Ну, это сложно, что он столица, потому что нет Сибири, да? Они же в Красноярском все время спорят. Да, споры постоянно, конкуренция. Поэтому, собственно говоря, каждый район Новосибирска по населению, это поболее, чем Абакан даже, я думаю. Да. И приходилось нам отыграть на каждой елке программу, которую мы заранее репетировали весь первый день, который мы отдыхать должны были. Ну, и нас-то вполне устроило. Да и, в принципе, достаточно приятно, что ты приезжаешь, к тебе представляют волонтера, и это волонтер не из разряда, а вам вот туда пойдите, пожалуйста. Девушка? Снегурочка? Это девушка. Ну, Снегурочка? В наряде Снегурочки? Ну, не в наряде Снегурочки, но в брендированной одежде. Слушай, а почему это такая дискриминация по половому признаку? Вот есть Дедов Морозов случился, а Снегурок не было. У кого-то были и Снежики, пара человек. Но это не критично было, ни возраст, ни пол. То есть волонтеры были, в принципе, бесполым, скажем так, признаком. Снеговики. И Снеговики были. Давай тогда сейчас мы посмотрим общее обращение Дедов Морозов. Поздравление с Новым Годом, да? Давай, Алина, режиссер нашей трансляции покажет нам. Звук только не вклюнув. Ну, в смысле нас выключи. Дорогие друзья, вас поздравляют Деды Морозы со всей России. Салихарда, Йоноков, Человек-праздник. Горно-Алтайск, Республика Алтай. Город Абакан, Республика Хакасия. Город Пенза. Город Ешкарала, Республика Мариэл. На Урале Кургат. Из Новосибирска и других городов. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Новым Годом. Желаем счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой. С Новым Годом! Ну вот там, прямо по центру и стоял Кирилл, наш сегодняшний Дед Мороз. Слово, говорите. Ну, на самом деле, очень приятно было побывать в Новосибирске, которое для меня в кой-то веке открыли с хорошей стороны. Потому что, честно сказать, для меня Новосибирск – это всегда ассоциация 10 часов пересадки. Потому что, куда бы я ни летел, в большинстве случаев это Новосибирск. И, к сожалению, рейсы за Бакана всегда совпадают, что это 6, 8, 10, 12 часов пересадки. Ну, это же хороший все равно город. Это хороший город, но у меня всегда вот эта ассоциация была. Поэтому мне показали его украшенным. 30 миллиардов рублей все-таки выделено на это. Сколько? 30 миллиардов. 30 миллиардов рублей на украшение города? На весь федеральный проект новогодней столицы России. Да, поэтому Дедов Морозов приезжих чествовали хорошо. И в рестораны нас сводили, и везде нас... Кормили только мороженым? Нет. С трагониной рыбой? Ну, хамон был. Хамон был. Вот, поэтому... Хамон – продукт запрещенный же у нас, нет? Российский какой-то. А? Да. Было удивительно, что именно вот сибирский хамон даже написано было. Я был очень удивлен. По вкусу – вкусно. Не то чтобы по вкусу – вкусно. Вот. Ну, на самом деле, да. То есть, и отношения мэра, то есть, то, что он встретил, пообщался, не зазнавшийся абсолютно человек, это было приятно достаточно. И то, что все понимают, что ты вот в этом костюме, ты как без рук, без ног. И человек, который за тобой ходит, он и твой гример, и костюмер, и водичку подаст, и все сделает, телефон твой носит, когда надо... У нем же еще очень жарко. Да, это было невыносимо жарко. Ну, а вы как человек в теле еще вдвойне жарко. Еще на мне куртка и костюм, и мы садимся в автобус, и при этом всем мы едем минут сорок до точки назначения следующей. За сорок минут тебе становится не то, что жарко, ты начинаешь изучать внутренние органы для того, чтобы терморегулировать свой организм. Вот. А потом ты выходишь на 20-30 минут, на мороз, минус 20, и тебе нужно еще и не замерзнуть. Ну, мы двигались достаточно много. Вот. Ну, самое приятное впечатление, которое осталось с Новосибирска, это когда ребенок подходит и говорит, не, вот те все они не настоящие, вот этот настоящий. Мам, меня с ним сфотографируй. Вот это вот было приятно. Ну, правда, один там вот шаман больше напоминает шамана. Это откуда дяденька? Это из Салихарда, его зовут Александр. Очень классный человек. Человек-то может быть и классный, но это не может быть наш Дед Мороз. У них это Дед Мороз. То есть это праздник. У них это, значит, по-другому называется. Да, 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 он называется Йороха. А, вот у нас и вопрос есть в WhatsApp и в Мэнсенджере. Люди добрые, задавайте вопросы. Да. А вы общались с финским Санта-Клаусом? Были ли у него в Финской Апландии? К сожалению, не был, но очень сильно надеюсь, что в следующем году я смогу посетить Великий Устюг. Потому что, к великому сожалению, Дед Мороз из Великого Устюга из-за проблем с метеоусловиями, его самолет не смог взлететь. О, как! А я только хотел спросить, а где же главный российский Дед Мороз? Из-за неполадок по итогу он не полетел к нам. Потому что у него очень плотный график и даже со всеми задержками рейса он бы не успел уже в следующую точку и не успел бы на обратный самолет. То есть он бы прилетел и через час у него уже самолет обратный. Поэтому он нам записал видеообращение, мы его послушали. Ну а по идее организаторы же, ну все мы понимаем, что это по большому счету миф, сказка, легенда, ну шоу. По-русски сказать шоу, хотя это не русское слово, конечно же. И могли бы, ну не один же главный Дед Мороз России. Их трое. Могли бы любого отправить, да даже и четвертого. Просто один из Дедов Морозов сейчас где-то едет в поезде. В поезде, да, деньги собирают по России. Ну а что делать? Кому сейчас легко? Один дедушка был занят чем-то другим. И по планам вот этот Дед Мороз, он к сожалению не смог. Но новосибирские организаторы сориентировались. Они нашли одного из самых хороших своих актеров. Нашли костюм. И в крайний день уже мероприятия наших. Последний день. Да. По-русски надо говорить. По-русски. Последний день. Человек уже отыгрывал за Деда Мороза из Устюга. До этого у всех было недопонимание немножко, а кто же из них из Устюга. Тот, у которого здесь храмы нарисованы, как у меня. Церковь. Ну у тебя красивый был костюм, что говорить-то красивый. Спасибо нашему драмтеатру. Да, спасибо драмтеатру. Спасибо ГЦК Победы. Она нам дала тоже костюм. Вы это увидите завтра в вечернем выпуске наших новостей. Немного проанонсирую. Я тоже был Дедом Морозом. Всем немножечко Деда Мороза. Просто действительно очень важно в любое время дарить детям сказку. Если мы ее не будем дарить, то какое у них будет воспитание? Кирилл, а тебе сколько лет? 22. 22. Ну то есть своих детей еще нет, наверное. А где ты работаешь или учишься? Я являюсь руководителем ресурсного центра добровольчества Дом волонтеров. О господи. Я к вам приходил на добрый декабрь год назад. Когда? Да. Год назад. Ну, столько я не помню. Столько я не помню. Год назад. Ну да, Литов чем-то. Вот не было бороды? Может быть. А бороду вы специально отращиваете, чтобы... Нет, на самом деле это была проблемой. Мы в Абакане потратили целый день на то, чтобы найти искусственную бороду, которая будет перекрывать ее полностью и парик. Так, а не проще было тогда подстричься? Тоже можно было, но это был легкий путь, а мы легких путей не ищем. То есть бородает у тебя какое-то самовыражение? Да, честно сказать, не знаю. Моей девушке нравится, мне достаточно. А у нас и девушка есть? Ну, естественно. Снегурочка моя. А вот у деда... Снегурочка это внучка. Ну, пока что Снегурочка будет такой, потом когда-нибудь будет и внучка. А как ты намерен и дальше продолжать карьеру? Ну, скажем так, Деда Мороза. На самом деле у меня это уже много лет. И я как волонтер хожу на Добрый Декабрь. У нас новогодняя табуретка. В этом году я первый год... Что за новогодний табурет? Новогодняя табуретка это когда Дед Мороз со Снегурочкой идет по городу с табуреткой. Ставим табуретку. И Дедушка Мороз слушает, как любой житель города, любого возраста, хоть пенсионер. И встают. Встают. Что-то я ни разу не видел. Ни вас, ни табуретка. У вас вчера был эфир, надо было смотреть. Там мальчик стоял на табуретке. Не, ну в эфире мало ли, что вы покажете. Я хожу, гуляю по городу. Как же без этого? Ну, почему мне не попадается никогда ни олея, ни Дед Мороз? Обязательно заранее, чтобы вы попали прямо на табуретку, чтобы вы подошли в нужное время. А что чаще всего рассказывают одно и то же, наверное? Честно говоря, да, очень часто стишки. В этом году у нас появились песни. В этом году я первый раз пересдал бразды Деда Мороза волонтеру. До этого всегда это был я. Но вот в прошлом году мне рассказывали Мцири на протяжении около часа. Мцири? Полностью? Да. Это кто такой у нас новый Алексей Лебедь? Алексей Лебедь всегда читал Руслана и Людмилу от начала до конца. Поэтому шел мальчик с отцом, и отец говорит, расскажи, расскажи. И я думаю, ну хорошо, сейчас быстренько расскажет, мы ему отдадим конфеток, подарочек какой-нибудь и пойдем. Мы сначала слушали его на улице, зашли в Сбер, в тепло, чтобы там его слушали. Там люди заходят, они так удивляются. А он все читает и читает, читает, вроде заканчивает, такой, вторая часть. Нет, где ты пошел дальше? Это было, конечно, вот долго, но мы его наградили. Гениальный мальчик, слушайте, вы взяли его координаты-то хоть? Сзади стоял отец, который с полной душой гордости стоял и восхищался, и думал, да, вот сейчас у меня есть гордость. Да, и говорил, не зря я его порол. Ну тут уже не нам судить, мы не знаем. А не взяли, говорю, адрес этого мальчика, интересно же. Честно говоря, нет, взяли. Но если он нас слышит... Да, да, я только хотел обратиться, дорогие родители этого мальчика, который прочитал Деду Морозу в прошлом году целый всевом цири, всю поэму. Позвони нам, расскажи, что нового выучил в этом году. Вы, наверное, в этом году ходили и думали, так, чтобы нам Евгения Онегина, кто, не дай бог, полностью не начал бы читать. Да нет, на самом деле это приятно. Это приятно, что у нас в обществе живут такие люди, которые способны на такое. То есть, ну, удивительно, действительно, удивительно. Да. То есть, вы человек, который постоянно получает положительные эмоции. Конечно, конечно. Слушайте, а грубят? Нет. В Новосибирске была пара людей, у которых, ну, проблемы с психическим здоровьем. И у нас была главная сопровождающая, зовут Василина. Безумно я благодарен за все. Но была ситуация, когда через кордон у нас были морозяты. Это, как бы, хореографический коллектив детей, которые в костюмах таких микро Дедов Морозов танцуют. И они создавали нам микроотцепление, скажем так. То есть, люди все равно могут пройти, но они разграничивают территорию, по которой идут толпа Дедов Морозов. А локации такие, да? Да, да. И тут ко мне прорывается женщина, которая кряхтит, не говорит, с дикими глазами меня вцепилась и держит. Я иду, Василина, Василина, она меня держит. А мне же еще надо Деду Морозовским. Василина, Василина. Я пытаюсь просто. А она вцепилась и не отпускает. Вот в этот момент, действительно, я думаю, костюм бы не порвала она мне. Ну и там как-то уже вмешались народная дружина. То есть, совершенно тредвая, но неразумная. Да, да. То есть, были люди, которые просто на протяжении пяти километров шествия она идет вот на телефон, женщина лет восьмидесяти снимает. Я не понимаю, зачем. Но это для одноклассников. Ну, я смотрел, как тресся при этом телефон. Она идет задним назад. Честно, не знаю. То есть, она еще задом наперед идет. Совершенно верно. Пять километров. Ну, не пять, может быть. Но книга рекордов делится. Четыре километра, да. Ну, то есть, абсолютно бессмысленная запись, но при этом она всегда идет в метре от нас. Пытаются разграничить, чтобы у людей было пространство, чтобы можно было на Дедов Морозов посмотреть. Потому что иначе жить никто не видит. Что там за толпа двигается, только головы видно и все. А что этот аппарат такой был? Шествие Дедов Морозов России. Так это холодно же. Это час надо идти. Ну, не час, может, минут сорок мы шли достаточно быстренько. Скорость человека, ну, примерно километров в пятнадцать минут. Ну, километров пять в час мы шли. Километров пять в час. И мы дошли до площади Ленина, где мы открывали главную елку Новосибирск. Красивая? Там, в принципе, все красиво. Город украшен так, что я действительно был удивлен. То есть, я не видел ни одной улицы, на которой нет гирлянд. На которой вдоль улиц нет каких-то огней. Ты идешь просто, как в сказке, у тебя сюда, 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 сюда. Голова крутится просто. История... То есть, нам есть к чему стремиться, да? Ну, да. Конечно, я не говорю, что Абакан как-то не так украшен. Нет, ну, тут сравнивать не надо. Ну, 30 миллиардов, как бы, да. Тут они дают о себе знать. Поэтому я шел, я просто восхищался. И там в редкие моменты, когда мы называли это «идем по гражданке», а не в костюмах Дедов Морозов, мы реально шли и просто записывали истории, 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 истории. Как, а почему ты нам не предоставил эти истории? Ну, потому что я не подошел. Эх, Кирилл. А давайте посмотрим теперь, Алина, ты же поздравил Абакан с Новым годом. Ну, давай. Давайте мы посмотрим, а потом ты, может, это здесь повторишь. Пока. Здравствуйте, жители города Абакана. Пришел я к вам, чтобы поздравить вас с праздником. Подарки подарить. Елку-красавицу огнями украсить. Проводить старый год, в котором наш город стал краше, а улыбок на лицах больше. И встретить новый 2023 год. Сегодня, в канун Нового года, я желаю, чтобы в нашем общем доме, городе Абакане, царил мир и согласие, счастье и смех детей, здоровье и благополучие. Пусть ваши новогодние желания сбудутся. И красавица-елка засверкает огнями. Верьте в себя, любите свой город и все, что у нас получится. В домом 2023 году должно нести только счастье и успех для нашего города. Слушай, Кирилл, а не слишком ли молод ты для Деда Мороза? Вот сейчас я посмотрю, какой-то молодой Дед Мороз. И почему ночь не красный? Это зависело от грима. И грим, к сожалению, очень быстро смывался, потому что пот, потому что жарко. Даже когда мы делали максимально белые брови, максимально красный нос, это все утекало в бороду. Потому что как только... Бедные бороды. Да, бороду мы чистили несколько раз. Поэтому это достаточно мокрый процесс, скажем так. Потому что действительно грим убегает, и гримеры, которые, они же волонтеры наши, у каждого Деда Мороза свои, они просто мучились. То есть там тратили его столько, сколько могли. Ничего, им 30 миллиардов выделили. Гримом я был свой с собой. Так, абаканцы, дорогие наши радиослушатели и телезрители, жители Юга-Края, может Красная Арт сегодня откликнется вновь. А позвоните вы и скажите, ничего, что, извините, наш Дед Мороз сильно молод. Это недостаток или нет? Сам-то что думаешь? На перспективу работаем. Ну, слушай, у тебя амбиции, однако. То есть ты, как монополист, занял эту должность, и все уже. Управление культуры, молодежи и спорта под тобой. Это же они, да, организовывали отправку? Да, меня командировала КМИС. Командировали, да. Да, у меня была командировка, меня отправили, оплатили даже билеты мне, за что большое спасибо. На самолете? На самолете, да. Изначально хотели на поезде, но у меня были свои семейные обстоятельства. У меня и бабушке был юбилей, 75 лет. Передавай привет бабушке, наверняка смотрит. Бабушка, с юбилеем тебя. Бабуля, как зовут бабушку? Эльвира Михайловна. Как? Эльвира Михайловна. Эльвира Михайловна, а позвоните нам, расскажите про Деда Мороза, когда он был маленький, как он себя вел, и что он любил кушать, раз такой пончик у нас, вот прямо Дед Мороз. Я до 12 лет был очень худым. А? До 12 лет был достаточно худым. Вот так вот вышло. А потом добрался. А потом что-то пошло. Да бабушкиных булочек, наверное, пирожков. Кстати, а что Дед Мороз любит кушать? А, честно говоря, нет каких-то приоритетов. У меня есть только одно любимое блюдо, это суп-фо. Все. Суп-фо? Суп-фо. Это вообще не наше блюдо. Это не наше блюдо. Дед, вы что? Да. Щи, щи, борщ. Ну тогда ладно, борщ, да, борщ. Борщ. А кто умеет в твоей семье готовить борщ? Ну давай проверим, у меня же тут кухня есть. Завтра ее, правда, уже не будет. Я готов. Как ты готовишь борщ? С чего начинаешь? Ну закидываю мясо, оно начинает вариться бульон. Делаем обжарку. Сколько времени у тебя уходит на бульон? Чем больше, тем лучше, чем больше проварится. Что значит, чем больше? Время нужно... Менее 45 минут варить. Такой рецепт устраивает. Не понял, мне в ухо говорили просто... Не менее 45 минут варим бульон. Все, уже минус. Несколько часов мы варим бульон на кости, а потом уже начинаем варить борщ. Я говорю не про бульон на кости, я варю из мяса филе. Это уже не борщ. А я Дед Мороз другой немножко стану. Да, Дед Мороз, который любит суп фо. А что вы мне говорили, наша съемочная группа до этого? 22-41-18. Бабушка твоя нам так и не позвонила. Ну, передавай привет теперь тогда своим коллегам. Деда Мороза России, вам огромное приветствие от Деда Мороза из города Абакана. Я хочу пожелать вам всем здоровья и следите за своими голосовыми связками. Чего мы... То есть? На самом деле это очень важная роль. Ну, вы же под фонограмму выступали, как я понял. Ну, не всегда. Вообще не всегда. Но очень важный момент, что действительно за связками нужно было следить. И за этим следили, что мы практически как хор распевались перед тем, как выходить к людям. Слушай, чем вам брызгали вот мне необходимо? У меня завтра большое интервью, связки чую, не будут работать. Не в эфире было бы сказано, но советовали организаторы белое вино. Белое вино. Ну что ж, приду завтра пьяный на работу. Нет, но это же не из разряда, что напиваться, это из разряда пару глотков. О, как у нас сразу возбудилась наша административная группа. Полусладкая, полусухая, сухая, какое? Тут я уже не подскажу. Слушайте, я всегда любил красное, полусухое. Я, если честно, за здоровый образ жизни, поэтому... Заметно. Я советую использовать какие-нибудь лекарственные препараты, не будем называть каких брендов. Это да, то есть сейчас начнется самолечение. Слушай, а ты был самый молодой Дед Мороз? Да, да. Даже среди новосибирских, ну среди новосибирских не знаю, потому что там были... Мы не считаем новосибирцев, потому что это массовка. Среди приезжих, да, я был самый молодой, потом 29 или 30 лет из Алтая, и потом уже очень взрослые Деды Морозы, у которых стаж по 20 лет, от которых я набрался очень большого опыта. Это действительно актеры, которые работают... То есть я у них спрашиваю, чем вы занимаетесь, они мне говорят, халтурой я не занимаюсь. То есть я отвечаю только за... Хорошо, у нас проснулись телетрители, и есть вопросы здесь и по телефону. Добрый вечер, давай послушаем. Говорите в трубочку. А, Алексей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Галина Сергеевна вас беспокоит. Я вам хочу дать дельный совет, чтобы вы завтра были в форме, прополоскайте горло прополисом. И закапывайте в нос. На чайную ложку водички две капли прополиса закапывайте в нос. Ну, спасибо за совет. А Деду Морозу-то привет передайте. Эх, желание же можно загадать. У нас же Дед Мороз, пусть хоть и не в шубе, но флюиды-то его остались. Он же там столько практики набрался. А правда вот потом вдруг и откажешься от корпоративов, если будут предложения? Да я не знаю, у меня такого опыта нет, я предпочитаю. Я просто скромный Дед Мороз официальный. Я достаточно скромный, но касаемо исполнения желаний, нам передавали письма. И мой волонтер зачитывал мне эти письма, потому что я в костюме, достаточно ужаты мои возможности. Там варежки, да. Варежки, она мне зачитывает, открывает письмо, очень красиво упакованное, и говорит, если ты не подаришь ребенку подарок, ну я тебе. А, у нас звонок, то я тебе что? Ну, типа я тебе устрою, мы открываем, он пишет, Дедушка Мороз, подари мне сноуборд. Я говорю, понял. Поэтому вот, всякие бывают письма. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, и вы в эфире. Да, меня отключили, я хочу передать привет Деду Морозу молодому, пожелать ему здоровья, всего самого наилучшего в 23-м году. Правильно, правильно, спасибо вам большое. Дедушка, давай, говори бабочке хорошие слова. Я желаю вам крепкого здоровья. Я хочу, чтобы у вашего нового в 2023 году были только позитивные эмоции, только рассвет души. А вот вам Софья Афанасьевна, наша постоянная телезрительница, пишет, что вы, Кирилл Дед Мороз, ничего, что молод, голос, стать, все при вас, стать, держать. Спасибо большое. С уважением пишет Софья Афанасьевна. Другой вопрос, а есть ли почта Деда Мороза у нас, и можно ли получить подарок взрослым, кстати, да, где мой подарок, дед? В разработке почта. Ну, на самом деле, в Новосибирске такая почта есть, а в Абакане, к сожалению, не могу подсказать, но дети всегда могут написать письмо. Главное, пишите рядом со взрослыми, чтобы они передали письмо только дедушке, и чудеса свершаются. Чтобы они знали, что вы там написали. А мой подарок, дед, буду звать теперь вас, дед. Хорошо, переименовывайте. Он пришел без подарка для меня, ну что ж, вот, а я уже практически в детство ударился, старичная деменция у меня. Но у меня есть вам подарок, в отличие от вас, дедушка. Смотрите, вот это вот такой замечательный букетик, кладкий букетик, съедобный, по-моему. Ну, в общем, это шоколадье, это ручной работа шоколад. У нас в Абакане бельгийский шоколад делается. Вот с наступающим вас Новым годом! Не болейте, дедушка, не старейте. Лучше молодой Дед Мороз, чем брющащий и кряхтящий, да, Иль? Да. И очень коротко наших гостей от себя поздравьте, наших зрителей. Дорогие абаканцы, я желаю вам, чтобы наш город процветал. Следите за здоровьем, следите за своим финансовым положением. Не тратьте деньги налево и направо. На белое вино в том числе. Да. Лучше купите сок. В 2023 год. Лучше перемолите фрукты. Да. Выжмите его сами. В 2023 год лучше встретить трезвым. Тогда мы его запомним. Спасибо. С Новым годом! Спасибо, Кирилл. Какой-то неправильный Дед Мороз у нас в студии. Трезвый Новый год. Где это он видел? Он не жил в 1985 году при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Но спасибо еще раз. С тобой было приятно общаться. Хороший вечер. А мы с вами увидимся завтра в финале этого года. Спасибо. 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 Спасибо.